Чем привлекает вас привоз? Ну, мы думаем, что здесь, во-первых, свежая продукция. Фермер? Фермер, да, свежая продукция, надежный поставщик, да, фермерское хозяйство. А цена у вас никак не... Ну, цена бывает разная, знаете, как на рынке, но, в общем-то, цены... Цены демократичные по сравнению с центральным рынком. О, приятно слойка. Информация из первых уст. Глава курорта лично опрашивает покупателей. На ярмарках-привозах с фермеров не взымают плату за аренду. Поэтому под контролем не только качество, но и цены. Юрий Поляков сверяется с прейскурантом. Дороже быть не должно. Так, чтобы получилось процентов на 20-30 дешевле, чем в магазинах. Поднимаем, принято что-то дешевле, и не стало больше покупать. То есть здесь дешевле, да? Ну, я считаю, не дешевле. Ну, вы как бы все покупаете или только овощи там соберете? Нам рыбу берете или нет? Мясо беру. То есть вы пришли, отоварились там, допустим? Мясо беру. Берете, да? И овощи. Возле прилавка Ирины Васильевой сегодня аншлаг. Помидоры по 20-30 рублей за килограмм. У семьи полтора гектара земли. Сколько продают за сезон, не считают. Поспели, собрали и сразу на привоз. Хорошо, людей много. Хорошо. Продается. Все, самое главное. Здесь же сразу за воротами новый формат. Фермерский дворик. Идея в целом созвучна. Создавать точки, где малые и средние производители, начиная от домашних подсобных хозяйств, будут реализовывать свой товар, минуя посредников. На привозах и на фермерских двориках присутствуют наши фермеры. Ну, в фермерский дворик входит еще другая, так сказать. Мы организовали тех, кто не санкционированно оторговал, продавал там рассаду, всякие цветочки. То есть мы их организовали и поставили им ряд. Это тоже входит в структуру фермерского дворика. Сегодня это все цивилизовано, ряды написано, кто торгует, чем занимаются. И самый главный аргумент – это бесплатно. Мы стремимся создать условия для тех, кто торгует и для тех, кто покупает. Более пяти лет назад Елена Кулагина занималась бизнесом, однако тогда дела не пошли. Пришло время, как говорит она сама, пересматривать жизненные приоритеты. Теперь жалеет, что не занялась выращиванием винограда раньше. У нее около гектара лозы в хуторе Заря. На них порядка десяти разных сортов, начиная от самых ранних, заканчивая поздними. Это то, где ты реально отдыхаешь. Да, физическая усталость, да. Конечно. И спина, и руки, и все. Но это то, где человек отдыхает душой. Теперь у Елены появилось постоянное место торговли, а вместе с ним ощущение стабильности, с которым можно дальше развивать производство. Такие фермерские дворики создаются по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. В Анапе это уже вторая точка. Здесь 40 мест, еще порядка 15 на северном рынке. А в ближайшее время появится еще два фермерских дворика в селе Супсех и станица Анапская. Никита Бойко, Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.